Прошедшая неделя принесла нам много необычных и ярких событий, даже затрудняясь с чего начать, то ли с инаугурации дорогого Радио Фаридовича, то ли с формирования вот этого пресловутого Совета по правам человека. Но, пожалуй, начну по значимости событий с точки зрения государства, начнем с инаугурации Хабирова Радио Фаридовича. Само по себе слово «инаугурация» с латыни переводится как «посвящение». Честно говоря, это классический ритуал, ритуал приобщения к власти, ритуал легитимизации правителя, который восходит на трон. Достаточно архаичное, конечно, явление, тем не менее оно у нас широко применяется в Российской Федерации. Четырежды инаугурировался у нас Владимир Путин, что забавно, каждый раз это с ним случалось с 7 мая. И вот инаугурации подвергся дорогой Радио Фаридович, взойдя на трон власти в Республике Башкортостан. Вопреки тому, что творилось во время выборов и сразу после них, сама по себе процедура инаугурации Хабирова была краткой, скромной, непомпезной. Улицы не перекрывали, салютов не запускали, сабантуя не случилось, и даже Дима Билан не приехал никого поздравить. Были соблюдены все формальности в плане клятвы на Конституции и произнесения нескольких башкирских слов во вступительной речи. Наверное, большего внимания заслуживает сама речь Хабирова, вот эта инаугурационная речь, которую он произнес перед госсобранием и при стечении некоторого количества значимых фигур и гостей, приехавших из Москвы. Я бы разделил речь Хабирова на инаугурации на две части. Это экономическая часть и социальный блок. Собственно, сам жанр этой речи был строго выдержан в жанре обещаний, когда человек, входя во власть, обещает что-то сделать на вверенном ему посту. Экономический блок речи содержал, в общем-то, достаточно стандартный набор обещаний по поводу инвестиций, рабочих мест, увеличения внутреннего валового продукта и так далее, и так далее. Мы, к сожалению, подвергая анализу те цифры или намеки, которые давал Хабиров, мы приходим к печальному выводу, что все эти цифры, все эти обещания роста и прогнозируемые позиции, которых достигнет якобы республика Башкортостан в ближайшее время, и, конечно же, почему-то разбиваются о скалы довольно-таки суровой экономической логики и говорят нам о том, что Хабиров фактически прогнозировал нам рост экономики республики Башкортостан примерно в пределах роста инфляции. Когда это стало понятно, становится очевидным то, что либо Хабиров решил дать очень осторожные прогнозы на свои успехи, то есть фактически он дал тот рост, который и так должен случиться по мере роста цен. Условно говоря, обороты предприятий, производства, торговли и прочих и прочих будут расти ровно настолько, насколько будут дорожать продукты и товары, которые находятся в обороте этих предприятий. Либо Хабиров не понимает сути экономического роста как такового, а вокруг некому подсказать, каким образом можно сформировать вот эти прогнозные оценки и свои обязательства. Ну, мы много раз говорили о том, что с экономикой у Радия Фаритовича очень плохо. Он никогда с ней не сталкивался, он никогда не занимался реальными экономическими проблемами, не говоря уж о том, что он никогда не соприкасался с по-настоящему бизнес и промышленными процессами. Тут, конечно, простительно, но непростительно в этом случае то, что человек не нанял адекватных экспертов. Со спичрайтерами в команде Хабирова, судя по всему, все вообще плохо, потому что помимо содержания тут еще и форма страдала, но да ладно. Вторым блоком речи Хабирова был социальный блок. Это были обещания на тему улучшения непосредственных условий жизни людей, всевозможные бассейны, повышение рождаемости, снижение смертности, возрождения, как выразился дорогой Радих Фаритович, сельской медицины. Подобные социальные блоки в речах вообще даются легко почти всем, потому что обещать вот эти вещи довольно-таки несложно. Достаточно перечислить там какие-нибудь немыслимые успехи в области образования, медицины, социальной поддержки и развития культуры, как, в общем-то, складывается более-менее благостная картинка, и речь, что говорится, заходит. Но, к сожалению, и с более простой задачей, я имею в виду социальный блок в своей речи, Радих Фаритович справился так себе. Неожиданно выяснилось, что подавляющее большинство тезисов, которые использовал Хабиров вот в этой части своей инграционной речи, попросту заимствованы из довольно устаревших речей и обращений соседей из Республики Татарстан. Господин Миниханов и даже господин Шаймиев, оказывается, уже употребляли вот эти обороты и вот эти тезисы, эти наборы социальных благ, которые Хабиров перечислил в своей инграционной речи. Честно говоря, довольно-таки стыдная ситуация в том смысле, что не стыдно повторить успех соседей, а повторять обещания соседей. Пожалуй, что стыдно. Кроме всего прочего, у Хабирова, конечно, в этой части речи содержались вполне себе неисполнимые обещания, довольно абстрактные формулировки и всевозможные пропагандистские конструкции. Все вместе это наводит на мысль о том, что те, кто готовили речь Хабирову, а подобные речи готовятся довольно-таки серьезно и коллективом спичрайтеров, в этот раз готовились то ли одним человеком, то ли парочкой людей, которые еще не отошли от вот этого празднования дня ночи выборов. В общем, конечно, дикая халтура и абсолютная подстава, которая бросалась в глаза не только экспертам, но, я так понимаю, и слушателям непосредственного госсобрания, потому что камера, бегающая по залу и выхватывающая какие-то окаменевшие, усталые, такие, не знаю, в растерянности лица слушателей, конечно, подтверждала то, что содержание этой речи не вполне укладывалось в представление слушателей о том, какой должна быть инаугурационная речь будущего главы республики и так далее. Лично мне эта речь не понравилась, потому что она была абсолютно пустая. То есть там не было никакой конкретики, там не было действительно логического заряда на развитие. В конце этой речи Хабиров опять скатился к обещаниям, что он вот-вот выдаст нам этот страшный или не страшный, судьбоносный или не очень указ, который там чуть ли не пять лет будет действовать и всех там направит на путь истинный. Слегка поднадоело это все, надо бы уже этот указ опубликовать, потому что он обмолвился о нем уже там уже с десяток раз и как-то становится даже не смешно. Одну очень важную вещь я должен отметить в этой речи. В конце речи Хабиров упомянул о формировании правительства. Правительство распускается согласно закону и формируется заново. Так вот, Хабиров поручил сформировать правительство в течение месяца, но непонятно кому. Судя по всему, в последний момент фамилия того или тех, кому было поручено формирование правительства, были вычеркнуты из этой речи. И вот этот момент был самым неопределенным и самым нелогичным в речи Хабирова. То есть он поручил, а кому непонятно. Правительство же уже разогнано. Кому поручать? Самому себе или кому вообще? Ну, в общем, конечно, здесь был логический провал в его речи, но мы обязательно еще поговорим чуть позже о ситуации с формированием правительства и назначением нового премьер-министра. На этой неделе случилась еще и главная интрига недели. Это внезапный поворот в истории с Андреем Геннадьевичем Назаровым. Тот факт, что во время нагурационной речи Хабиров поручил формирование правительства никому, то есть не назвав ни органа, ни фамилии того, кому он поручает формирование правительства, говорит о том, что ситуация с Назаровым стала неопределенной. Еще накануне, перед инаугурацией Хабирова, стало известно, что в повестке госсобрания нет вопроса о утверждении премьер-министра. И это однозначно сказало о том, что позиция Назарова перестала быть настолько понятной и однозначной, которая была буквально накануне. Я не знаю, что произошло в Москве. Оппозиция премьер-министра правительства республики утверждается в администрации президента Российской Федерации. Я не знаю, что послужило причиной этого отката. Грязные слухи говорят нам о том, что на пост премьер-министра претендует трое. Это Раиль Сарбаев, Ульфат Мустафин и Андрей Назаров. Какова раскладка между этими тремя персонажами, до конца непонятно. Честно говоря, включение в этот список Ульфата Мустафина, на мой взгляд, несколько комично, либо провокационно. А участие в этом списке господина Сарбаева, на мой взгляд, просто абсурдно. Но, тем не менее, что есть, то есть. На данный момент персона премьер-министра непонятна, не утверждена и даже не предложена Хабирову. Если вдруг вот этим силам, которые противодействуют приходу на этот пост Андрея Геннадьевича Назарова, удастся осуществить свой план, то мы получим первый кадровый кризис в Республике Башкортостан. Ситуация сложится следующим образом. Хабиров, который пытался и хотел, и все делал для того, чтобы человека, который его вполне устраивает, я имею в виду Андрея Назарова, привести на эту должность, получает понусу, его лишают этой возможности, но надо понимать, что именно Хабиров предлагает кандидатуру будущего премьер-министра на утверждение в госсобрании. И, естественно, в качестве противодействия этому насилию Хабиров ни за что не предложит, там никакого Нисарбаева, ни кого-то еще. То есть ту персону, которая будет угодна вон той стороне, которая тут, понимаете ли, не допустила Назарова. В общем, конечно, это ситуация, когда механизм заклинит. Чтобы его расклинить, конечно, есть один чудесный способ, например, привнести премьер-министра совершенно извне. Если администрация президента Российской Федерации обнаружит вот этот кризис, сложившийся в республике, в общем-то, не начали еще править, а уже запутались в штанишках, тогда вполне возможно, что господин Кириенко или Войно предложит свою абсолютно независимую кандидатуру, ни Хабировские, ни Хамитовские, ни Рахимовские, ни чьи еще. И что-то мне подсказывает, что эта кандидатура будет очень-очень связана с Тимирбулатом Каримовым. В общем, вот за этой ситуацией будем следить напряженно, пристально, оценивать, что происходит. Я еще раз подтвержу тот факт, что я действительно вот в этом непростом выборе, на самом деле на стороне Назарова, потому что, на мой взгляд, это самое разумное решение из тех, которые сейчас есть в обозримом пространстве. Назаров — это меньшее зло, Назаров — это большая эффективность, но, тем не менее, пока Назаров — это неопределенность. Пожалуй, что половину сетевой повестки на прошедшей неделе занимал вот этот пресловутый совет по правам человека. Действительно, эмоции вышли за грань разумного, истерики, претензии, всевозможные разрывы отношений. Как бы во множестве своем наводнили сетевое пространство. Люди спорили, ругались, завидовали, дразнились обидными словами и так далее. Давайте поговорим по существу. По факту, что случилось, что это такое, кому это нужно, и почему это будет или не будет работать. Потому что эмоций вокруг СПЧ было достаточно много. Давайте поговорим немножко отстраненно об этом. Вообще, зачем нужен совет по правам человека? Это, конечно, загадка. Но в условиях тоталитарных государств вполне себе понятная штука. Как будто бы начальство не знает о том, что происходит с правами человека. И это начальство как будто бы общественные силы просят их просвещать на эту тему. То есть начальство не может контролировать МВД, ФСБ, прокуратуру, следственный комитет, криминальные круги, всевозможные другие сферы, которые так или иначе в состоянии нарушать права человека. И обращается с просьбой к общественности. Общественность, собираясь в красивых залах с белыми столами, обсуждает строго ситуацию с нарушением прав человека в их государстве. И формирует некие рекомендации для начальства, которое их читает и благосклонно исполняет или не очень исполняет. Вот так выглядит ритуал работы Советов по правам человека в Российской Федерации и в любой другой тоталитарной стране, где в огромном количестве существует нарушение прав человека, которые в основном совершаются самим же государством. Что случилось в Башкирии? Какая-то светлая голова, подозреваю по имени Саша, придумала подсказать Радио Фаритовичу создать этот совет. И дело не в том, что Саша и Радио Фаритович обеспокоены всерьез нарушением прав человека в Башкортостане, где, собственно, с этим дела идут не хуже, чем во многих территориях. Мы вам тут не Чечня, не Дагестан и даже не Приморье, но, тем не менее, идея эта возникла. Практическая целесообразность для разных сторон, участников этого процесса очень разная. Рассмотрим практическую целесообразность для Хабирова, для власти в целом и для того же самого Саши. В первую очередь Хабирову нужно было, и он это сделал блестяще, на четыре с тремя плюсами, вовлечь в этот совет по правам человека всех тех, кто, по его мнению, так или иначе, влияет на общественное мнение в Республике Башкортостан. В пылу сражений в сети интернет Наташа Павлова обронила вот эту фразу, о которой, видимо, потом много раз жалела, что, по ее мнению, совет по правам человека – это хороший инструмент для формирования общественного мнения. Там сразу же сломалось 7 миллионов копий вокруг этого заявления и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что Наташа Павлова ошиблась ровно на 180 градусов. На самом деле для Хабирова, Саши и власти в целом Совет по правам человека – это инструмент для того, чтобы не формировать общественное мнение. Чтобы именно Наташа Павлова не участвовала в процессах формирования общественного мнения. Именно поэтому с таким напором и с такой настойчивостью туда вовлекались и Наташа Павлова, и прочие, скажем так, лидеры общественного мнения, которые в той или иной степени влияют на повестку в своих отраслях, в своих секторах или в целом даже в сообществах Республики Башкортостан. Вот этот коварный план, в общем-то, удался. Потому что не столько по долгу службы, сколько ввиду внутренней самоцензуры, столь присущей российскому человеку, участники этого Совета теперь некоторое время, как минимум, будут участвовать в процессах обсуждения формирования общественного мнения с оглядкой. Они уже часть этого сообщества. Они уже попали в эту зону облучения, излучения, которое исходит из Белого дома. То есть они уже в определенной степени приближены к трону. В меньшей степени, наверное, это касается непосредственно мадам Павловой, в том смысле, что она человек взрослый и опытный, и уже много раз соприкасалась с властью и знает, как это работает. Но некоторые другие, менее опытные участники этого Совета, конечно, на какое-то время будут очарованы вот этой близостью к власти, сопричастностью и так далее. Это то, что касается вот целей и задач Белого дома. Белый дом, на мой взгляд, достаточно эффективно эту задачу выполнил. Он социализировал достаточно большое в той или иной степени влиятельных людей в общественном пространстве Республики Башкортостан. Не могу сказать, что он их взял прямо уж под контроль, но, тем не менее, вот эта опека, она действительно как минимум даст эффект самоцензуры, а как максимум даст возможность иной раз похлопать по плечу, попросить сбавить обороты, не упоминать какие-то моменты и так далее, и так далее. Чтобы завершить тему участия журналистов в Совете по правам человека, я выскажу свою в данном случае совершенно категорическую точку зрения. Я считаю, что для журналистов категорически неприемлемо участие в подобных советах. И дело даже не в том, что совет этот поставлен на службу государства, не поставлен он на службу государства. Журналисты на самом деле это не про права. Журналисты это про справедливость. И потому участие вот в этих советах журналистов, на мой взгляд, недопустимо. Ну и, конечно же, вот эта степень облучения, степень излучения, которая исходит от этого совета, сто процентов в определенной степени будет действовать на качество той журналистики, которую они выдают. Мне жаль, конечно, что туда вошли вот эти журналисты, но мне отрадно, что другие журналисты отказались туда входить. Как ни странно, были и такие. Ну, мои аплодисменты Азамату Саитову. В том смысле, что он отказался входить в этот совет. Вообще, то, что несколько человек не согласились войти в совет, слегка обескуражило, прямо скажем, Белый дом. Потому что общеизвестно, что способ формирования этого совета был до смешного понятен. Совет формировался по телефону. По уже заготовленному списку из управления внутренней политики и взаимодействия с общественными организациями обзвонили граждан и в приказном порядке им советовали, повелели или, не знаю, или приказали явиться там в определенное время и участвовать в этом совете. И вот какое-то количество людей отказалось. Слава богу, не позвонили мне. Несмотря на то, что Наташа Павлова упорно распространяет в сети слухи о том, что кто-то там настойчиво пытался меня выдвинуть в этот совет, звонков этих, слава богу, не было. Потому что, ну, честно говоря, я не знаю, как бы я среагировал на подобное предложение. Вряд ли это бы удержалось или осталось бы где-то в рамках какой-то общепринятой цензурной лексики. И потому, ну, получилась бы некрасивая ситуация, но, слава богу, она не случилась. Конечно, я бы не стал участвовать в этом совете. И на все недоуменные вопросы о том, что, а что же, а как же вы, а вот вы, а вот вы, ну, я отвечаю очень спокойно. Во-первых, ну, это невозможно от слова совсем. А во-вторых, например, председатель этого совета Владимир Барабаш вчера в своей пресс-конференции очень четко объяснил, почему, например, в совете нет Лилии Чанышевой. Потому что ее позиции кардинально расходятся с позицией власти. Наверное, большего пояснения не нужно. И все вот эти завывания о том, что в совет набраны неудобные люди, ну, они настолько неудобны, насколько неудобны, например, власти Гайсина. Ну, вы понимаете, да? Они настолько же неудобны, насколько неудобен власти Исангулов. Ну, вы понимаете, да? Ну, а набрать и добрать туда еще некоторое количество людей с пошатнувшейся психикой, что, собственно, подтверждено, кстати говоря, документами и справками, или людей, которые, ну, примитивно ищут близости к власти для того, чтобы решать свои собственные частные вопросы, ну, наверное, ума много не надо было. Говоря о разнородности совета, конечно, я не буду оригинален. И вот именно разнородность этого совета подчеркивает, во-первых, задачу объединить туда людей не по принципу эффективности, а по принципу их нейтрализации, а во-вторых, конечно, о некотором бездумии, которое царило в головах тех, кто формировал этот совет. Выражаясь образно, сажая за один стол священника-проститутку, доктора, отставного военного и буйно-помешанного, наверное, было бы наивно полагать, что эти люди коллегиально примут какие-то серьезные эффективные решения, которые в какой-то степени там повлияют на нашу жизнь. Я не хочу обижать всех членов этого совета. Среди них есть достаточное количество людей вменяемых, профессиональных, вполне себе эффективных. То есть это и Ренат Факеев, это и Наташа Павлова, это и Руслан Валеев. Люди, которые действительно мне очень симпатичны, которые в состоянии делать много полезного для республики и для той отрасли, в которой они трудятся. Я очень надеюсь, что они быстро сообразят, что попадание в эту структуру для них было ошибкой и несет для них серьезный репутационный ущерб. Ну и, собственно, у них есть право покидать эту организацию достаточно быстро и эффективно. Завершая тему зависимости или независимости этого совета, давайте рассмотрим всего лишь три формальных аспекта, которые, пожалуй, поставят точку в обсуждении и дискуссии о том, сможет ли он там действовать, этот совет, независимо от Хабирова и власти или не сможет. Собственно, все три этих аспекта прописаны в указе о создании Совета по правам человека. Первый аспект – это короткое слово «при». Совет создан при главе Республики Башкортостан. На самом деле этим объясняется вся сущность. То есть он плоть от плоти и часть той власти, которая формируется сейчас в Республике Башкортостан. Вторым аспектом является пункт 15.3 указа о создании Совета. Там четко прописано, что повестка и вообще управление этим Советом формируется и создается управлением внутренней политики и взаимодействия с общественными организациями администрации и главы Республики Башкортостан. То есть вот вышестоящая организация этого Совета. А также финансирование и организация жизнедеятельности этого Совета осуществляется управлением делами администрации главы Республики Башкортостан. То есть вот этими завхозами, которые финансируют всю деятельность администрации главы. То есть Совет по правам человека административно, материально и идеологически полностью увязан на администрацию главы Республики Башкортостан. Так что говорить о его независимости, говорить о его свободе, говорить о его самостоятельности по меньшей мере глупо. А функции, которые он будет исполнять, обслуживая интересы администрации главы Республики Баскортостан, вполне понятны. То есть это определенное нивелирование зон напряжения, это показательные выступления на тему облагодетельствования пары-тройки инвалидов, ну и прочие пропагандистские мероприятия. Завершая обсуждение вот этого совета, я подытожу. Лично я абсолютно уверен в отсутствии шансов для того, чтобы этот совет работал эффективно. И хотелось бы, чтобы его сущность, состав и функции побыстрее стали очевидны для их участников, потому что хотелось бы, чтобы некоторое количество людей, которые по ошибке вошли в этот совет, осознали эту ошибку и ее исправили. Несомненной сенсацией прошедшей недели стал видеоклип Юрия Шевчука о Шиханах. Юрий Юлианович конкретно и окончательно сформулировал свою позицию относительно вопроса передачи Шихан БСК. Текст песни и клип, который посмотрело уже несколько десятков тысяч человек, не оставляет сомнения в позиции нашего великого земляка. Примечательно, что в съемках клипа участвовали довольно в большом количестве местные музыканты. Харт Исхаков, к моей радости, там участвовал. Я вообще с очень большим вниманием слежу за развитием карьеры Харта. Очень интересный, необычный человек. Далеко пойдет, если не спотыкнется. Так вот, Шевчук поставил точку в обсуждении вопроса позиции в отношении Шихан. Клип и песня Шевчука однозначно требуют не допустить разработки ни одной из оставшихся трех гор и достаточно резко характеризует позицию БСК в отношении родной культуры и наследия Башкортостана. Вот космоса в космосе много планет, но кроме Земли места нам больше нет. Есть на планете славный завод, есть у кого-то там много запод. Древние горы рвать, 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 и старательно врать, и старательно врать. Жгут печи планету, как свечка жет нить, но если мы люди, должны горы жить... Шиханы должны жить... Шиханы должны жить... Шиханы должны жить... Должны жить... КОНЕЦ 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 буквально вот что савельев был уволен за то что он поддерживал провокационные действия против государства и человек поддерживает действие абсолютно провокационные направлены против государства на которые ты работаешь то есть в глазах бурза голова государства это не что иное как гардероб коренной хабировой государство это интересы значит вот супруги губернатора государства это защита и ее честь и достоинство и так далее. Господин Мурзагулов, прямо скажем, человек не очень качественно образованный, но вполне себе начитанный, мог бы все-таки поинтересоваться, что такое на самом деле государство. И вот эту знаменитую фразу короля Людовика о том, что государство – это я, он наверняка тоже встречал где-нибудь в литературе, и он должен был понимать всю комичность вот этой ситуации, когда даже не губернатор и даже не его жена, а вот гардероб жены губернатора приравнивается к понятию государства, вот тут, конечно, надо задуматься, о чем вообще лепечут и что за чушь несут в прямом эфире вот эти пропагандисты, и, как бы, может быть, стоит их уже начинать останавливать. Ну и, наверное, надо поговорить немного о Владимире Барабаше, о том, что случилось во время выборов, после выборов и продолжает случаться сейчас, и насколько это связано со мной лично, чтобы не было никаких иллюзий у зрителей, подписчиков и потребителей нашей продукции. Разделим мухи и котлеты, начнем с выборов. Да, я работал начальником избирательного штаба Владимира Барабаша, я организовывал избирательные процессы ровно настолько, насколько позволял бюджет и возможность кандидата. Я полагаю, что отработал я эти выборы неплохо, ровно в рамках тех возможностей, которые предоставлялись бюджетам и идеологическими установками самого кандидата. Наверное, не все понимают, что такое работа в избирательном штабе, потому пытаются ассоциировать руководителя штаба с самим кандидатом. На самом деле это не всегда так. Руководитель штаба в большей степени организует технологические процессы, это общение с наблюдателями, с членами избирательных комиссий от кандидата, это документальное сопровождение, всевозможные процессы, связанные с организацией и так далее. Я не скажу, что руководитель штаба – это обычный завхоз, он, конечно, определенные идеологические установки тоже корректирует и формирует, но нельзя объединять кандидата и руководителя штаба, это первое. Второе – выборы закончились, и я свою работу сделал. Дальше то, что происходит с кандидатом, не вполне связано с начальником его штаба. Соответственно, было бы нелогично связывать кандидата и его начальника штаба на прошедших выборах на всю оставшуюся жизнь. Я действительно не готов нести ответственность за то, что будет происходить в дальнейшем с Владимиром Барабашем, тем более, что я не знаю до конца, что это будет. На прошедшей неделе Владимир Барабаш в своей пресс-конференции объявил о создании некого движения перемен и так далее. Я не до конца понимаю, что это будет. Возможно, мы с ним встретимся и пообщаемся, узнаем, что это такое. Так вот, все-таки давайте разделять то, что было во время выборов, то, что стало после выборов и то, что случилось теперь и дальше будет происходить. Например, то, что Владимир Барабаш возглавил Совет по правам человека, я узнал, ровно как и вы, из средств массовой информации. Владимир со мной не советовался и не предупреждал меня об этом событии, не просил его оценить или дать ему совет, а, соответственно, всю ответственность за вот это событие несет он сам. Ровно настолько, насколько этот совет будет работать, а он будет им руководить. Ну и так далее, и так далее. В общем, к чему я это все говорю? К тому, что, ну, то, что будет происходить с Барабашем дальше, и то, что происходит со мной, это не одно и то же. Это раз. Кроме всего прочего, я не перестаю симпатизировать Владимиру в основной массе его действий и намерений. В целом, я во многом разделяю ту идеологию, которую он исповедует в отношении государственного устройства и той критики, которую он осуществляет в адрес органов власти. Не уверен, что что-то грандиозное или хотя бы значимое получится у него в рамках вот этого совета по правам человека. И очень хочу верить в то, что он сказал на своей пресс-конференции о том, что если вдруг станет очевидно и понятно, что совет не работает, либо призван осуществлять какие-то смутные или темные задачи, то Владимир Барабаш его немедленно покинет. А то, что этот совет не работает или осуществляет несвойственные для него задачи, мы и сами поймем. Так что вот этот момент, есть некий критерий контроля добросовестности, доброкачественности позиции Владимира Барабаша в отношении хотя бы вот этого совета по правам человека. В общем, поживем увидим. Избегайте обобщений, избегайте простых суждений. Движемся дальше. В пылу предвыборных сражений и обсуждений результатов выборов мы как-то немножко подзабыли про золотой запас. Возвращаемся к этой теме. За прошедший период, несколько недель, стало понятно, что в этой ситуации не все так однозначно, не все так линейно, как казалось кому-то изначально. В общем-то, может быть, и мне даже казалось, что это достаточно простая ситуация. Начиная с весны вокруг этой истории ломаются копья. В прошедший период тут были какие-то события, всевозможные обсуждения и так далее. Прошли митинги, встречи между администрацией золотого запаса и инвесторами. Мне становится очевидно несколько моментов. Во-первых, то, что у кредитора, у этого золотого запаса действительно существуют крупные активы, часть из которых заключена в земельных участках и какой-то недвижимости. Эти крупные активы можно будет оценивать примерно 2-3 миллиарда рублей. Дело в том, что давать точные оценки в отношении, условно говоря, чужих объектов, чужих денег довольно затруднительно, потому что получать информацию точную, адресную, непросто, так как все-таки это принадлежит третьим лицам. Но очевидно, что подобные активы существуют. И, как ни странно, именно вокруг этих активов и разгораются вот эти нешуточные страсти. Ситуация вокруг золотого запаса, как я уже сказал, не однозначна, не двузначна и даже не трехзначна. Дело в том, что вокруг этой истории начинают кружить совершенно посторонние силы. Я начинаю замечать, что воздействие на ситуацию абсолютно нелогично в том смысле, что, условно говоря, есть компании, есть инвесторы, там есть определенный конфликт, определенное недовольство какой-то там ситуации с возвратом выплатами и так далее. Казалось бы, это простая история, что там инвестор предъявляет претензии компании, компания пытается решать как-то этот вопрос, организовывает выплаты, там реструктурирует задолженности и так далее. Нет, появляется некая третья сила, которая, судя по всему, претендует на влияние, на владение какими-то активами. Ну, говоря русским языком, появились люди, которые активно пытаются вмешаться в ситуацию и, судя по всему, завладеть этими крупными активами, которыми обладает золотой запас. Вывод этот сделан не на пустом месте. Давайте проанализируем. Во-первых, внезапное появление вот этих доброходов, всевозможных юридических компаний и публикаций в СМИ. Залпом буквально в один день выходят там публикации в семи средствах массовой информации. Ну, я как специалист скажу вам, этого не бывает точно. То есть, чтобы внезапно одновременно сошлись звезды так, что в семи редакциях вдруг решили заинтересоваться одним и тем же вопросом. Все попытки использовать тех же вкладчиков, тех же инвесторов в качестве тарана и прикрытия для завладения какими-то активами золотого запаса пока не увенчались успехом. На мой взгляд, пока администрация золотого запаса все еще удерживает ситуацию на плаву и старается вырулить определенным образом, пытаясь реструктуризировать вот эти задолженности, пытаясь изменить фактически даты погашения этих инвестиций, и я все еще продолжаю полагать, что выведение денежных средств из активов, подобных активам золотого запаса, это небыстрая история, и потому, собственно, это дополнительное время и требуется. Ну, в общем, будем наблюдать, будем оценивать ситуацию. Если будут появляться факты и события, будем обязательно о них рассказывать. Ну и немного о деньгах. Мы давно не просили наших зрителей и подписчиков поддержать наш канал. К сожалению, это работает так. Попросишь поддержать, приходят какие-то деньги. Не просишь, никто ничего не присылает. В очередной раз я сообщу, что канал действительно нуждается в средствах. Канал нуждается в средствах регулярно. У нас уже почти 10 тысяч подписчиков. Если каждый из них будет платить хотя бы 30 или 50 рублей, это будет более чем достаточно. Но, к сожалению, механизм этот устроен так, что жертвует каналу примерно 1,5-1,7 человек. Потому было бы здорово, если бы вы поставили на свою карточку регулярный платеж на 50, 100, 150 рублей, и тогда бы наш канал спокойно мог продолжить свое существование, не подвергаясь ежемесячному риску, дефолта и прочих неприятностей. В общем, если мы вам несем что-то полезное, то будем очень благодарны за помощь нашему каналу.